Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Истности» Яинга Белова. Сегодня мы поговорим про икону Божьей Матери Жировическую. Это одна из христианских святынь белорусского народа, которая почитается как православными, так и католиками византийского и латинского обрядов. Матерь Божья действительно объединяет нас всех в любви к Иисусу Христу. Именно поэтому для нашего белорусского народа икона Божьей Матери Жировической является истинным символом Божьей любви ко всем нам. Жировичи. Белорусская лавра. В этом году верующие празднуют 550-летие со дня явления Жировической иконы Божьей Матери и 500-летие со дня основания Свято-Успенского Жировического монастыря. Да, в нашем монастыре есть такая святыня, которая является святыней не только для, скажем, православных, но и для католиков, для всех традиционных христиан. Это Жировицкая икона Божьей Матери, которая, в общем, является таким центром монастыря, скажем, сердцем нашего монастыря. И все существует в монастыре, вот, имеет свое значение, поскольку существует вот эта святыня. По долгу службы, бывая в разных краях и странах, когда люди узнают, что родом из мест, из святой Жировицкой земли, по-доброму завидуют. Ведь мы ищем где-то чудеса, ездим очень далеко, а не замечаем, что они здесь, у нас. И к нам издалека люди едут. Жировицы находятся примерно в 8 километрах от древнего города Слонима. Это древние поселения. Ученые из Минска проводили раскопки, докопались до Неолита. Очень много предметов этого каменного века было найдено в окрестностях, хотя первые упоминания о Жировицах относятся примерно к середине XVI века. Издревле на этой земле, как свидетельство и народное предание, была огромная пуща, которая принадлежала Александру Солтану. А Солтану эти земли подарил польский король Казимир Егелончик. Само название Жировицы, скорее всего, что и пошло от здешних земель, которые считали жирными. И вот одна из версий названия деревни Жировицы, теперь это агрогородок, и походит именно вот от этого слова. История обители История обители началась в тот день, когда в далеком XV веке пастушки подскарбия Великого княжества литовского Александра Солтана увидели в ветвях дикой груши яркое сияние. Различные источники утверждают, что это произошло в 1470 году. Когда пастушки подошли ближе, увидели, что блеск исходит с небольшой, с ладонь ребенка иконы, на которой проступал нерукотворный рисунок «Божия Матерь с младенцем». Осторожно сняли дети образ с ветвей и отнесли хозяину. По преданию, сначала Александр Солтан, которому принесли пастушки свою находку, хранил маленькую иконку с изображением Божьей Матери в шкатулке. Однако оттуда она таинственным образом исчезла. Иконку снова нашли по лучам света на той самой грушке. Увидев в этом определенный знак небесной владычицы, Солтан решает построить деревянный храм в честь Пресвятой Богородицы на том самом месте, где среди лесных деревьев впервые просияло лучами на груши икона Божьей Матери. Сама каменная икона была украшена серебром и выставлена для общего прославления. Известие о чудесной иконе быстро разнеслось по округе. Отовсюду стали стекаться в жировичи-богомольцы. Также начинают происходить чудеса по молитвам необычному образу. Прошло полвека, и около 1560 года случается беда. Огонь уничтожает церковь. Отыскалась маленькая иконка вновь через чудо. Дети, игравшие неподалеку от пожарища, вдруг заметили под горой на камне свечу, которая горела, а возле нее необычной красоты женщину. Бросились они рассказывать об этом родителям, а когда вернулись, на камне осталась только жировическая икона, потемневшая, со следами огня, но целая. Место это тут же огородили и в XVII веке построили храм. Главный монастырский храм – Свято-Успенский собор. Возводился с 1613 по 50-е годы. Здание – это совмещение стилей барокко и классицизма. Также есть черты базиличной архитектуры, присуще большинству культовых построек Западной Беларуси. Архитектурный ансамбль Жировического монастыря сложился в XVI-XVII веках. Покровителями монастыря стали представители рода сапегов. К началу 1680-х годов было закончено восстановление главной святыни монастыря – Успенского храма, где находится чудотворная икона и родничок с целебной водой. Несмотря на перестройки и изменения внешнего облика, внутри собор сохранил барочное архитектурное убранство. Центральный иконостас родом из XVII века под куполом росписи трехсотлетней давности, а на стенах и столбах выполнен во второй половине XX века. В иконостасе находится главная святыня – икона Матери Божией Жировической. Иконописный образ, иконописный стиль Жировической Божией Матери относится к так называемому стилю умиления. То есть это когда Божья Матерь обнимает младенца, и младенец вот в таком умилении, предвечный младенец, Спаситель Иисус Христос обнимает Божью Матерь. Отсюда вот слово «умиление». Обычно изображается вот икона в окружении цветов, что характерно для вот именно Жировической Божьей Матери. Иногда по краям иконы вот написано «Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим». То, что было и, как бы, вот эта надпись была и на оригинале. Образ Матерь Божья Жировицкая належит до лику, наибольша наванных образов на территории Беларуси. И я не помылюсь, а сказал, что не только Беларуси. И православные, и католитские верники. Амалят Нолькова относится до этого образа. Лиджит яго галовный, одной из галовных святынь Беларуси. Як кожная з таких творов, предметов гисторичного контексту, и он безумовно мае даволі значную и невельми простую гисторую, што уявляе сабой образок Матерь Божья Жировицкая. Гэта даволі редкий прыклад таго, калі образок уявляе сабой рельефную выяву. Гэта твор глиптыки, і пасутнасті мы яго можам назвать як каменя, і он уявляе сабой невелікі па памеру пластіну, тыж шынёй калі 8 мм. Памера яго крышку болі за 8 на 4,1 см. Гэта пасутнасті невелічкая пластінка. Але взробліны гэта образок і рельеф выкананы на яшме. Але якби мы не выстраивали гіпотэзы, які б гады істагодзі мы не называли, за гэтым творам, за гэтым прадметам, за гэтым образком, все ж такі заховыецца адна выдатная асабліваць, самая галовная, тое, што ён трывала ўвайшоў ў нашу гісторую, трывала ўвайшоў ў нашы вєрвані і ў явліні. Ён шануецца тысічамі і тысчамі людзіў, абчым свечаць не толькі людзі, які прыходзіць ў храм, але і паломніцтві, які здаясняюцца з розных куточків Беларусі і з замяжы. Тисячі богомольців устремляються в монастырь і до нашого времени із уст в уста передаються в Жеровичах розказы о чудесных оздоровлінях людей. Пожалуй, саме известне предання о воскресенье із мёртвых дочки местного помещика Ирины Войнянка в 1558 году. И сейчас, если мы с вами присмотримся, подойдём поближе к іконе, то нам очень сложно будет отличить вот именно вот этот рисунок, вот этот, как бы, сюжет умиление, да, потому что всё-таки время оставило свой серьёзный отпечаток на іконе. Во-первых, пожар в начале 16 века, и вот чудесное обретение іконы, когда сама Богородица явила ікону людям в 1520 году. Вот после этого пожара появилось, появились, конечно, серьёзные повреждения, остались трещины на іконе. Потом надо ещё учитывать тот факт, что много лет, мы не знаем, может быть, столетия, к іконе прикладывались, то есть целовали её люди без стекла, она была без стекла. И, конечно, это тоже, ну, как бы, накладывало свои вот такие вот какие-то вот, ну, повреждения, что ли, ну, когда, понимаете, толпы людей. Да, да, конечно, это всё вот оставлялись, оставило такой вот свой отпечаток на іконе. В монастырских рукописях сохранились сотни описаний, чудесной помощи по молитвам іконе, а в устных преданиях и того больше. Жероицкий монастырь – это совершенно уникальное место не только в церковной, христианской жизни Беларуси, но и в целом в жизни нашего народа. Ну, наверное, уже всем известно, что он никогда не закрывался, хотя переживал разные периоды в своей жизни. И порой очень непростые периоды. Но, тем не менее, вот этот огонёк веры, да, он всегда здесь горел. Порой казалось, что он уже и затухал, но нет, он всегда вот светил людям. Источники говорят о том, что православный монастырь в Жеровичах возник ещё в 1520 году. В 1609 году он становится униадским. Среди паломников были и августейшие лица – короли Владислав II, Ян Казимир, Станислав Август Понятовский. Жеровичи становится важнейшим духовным центром Речи Посполитой, а главной святыней униадства – икона Матери Божией Жеровической. В 1730 году слава образа достигла Апогея – икону короновали короной, сделанной в Риме и освященной Папой Римским. После разделения в конце XVIII века Речи Посполитой белорусские земли отошли к Российской империи. Жеровическая обитель вернула свой первоначальный конфессиональный статус, и в нем вновь возобновились православные богослужения. Жеровический монастырский корпус на протяжении многих веков рос и дополнялся. Вплотную к Успенскому собору примыкает Николаевская церковь, которую еще называют «Зимней». Зимой именно в ней проходит основная часть богослужений, сюда же переносится и чудотворный образ. Явленский храм – самое старое строение монастыря. Сначала он был деревянный, а в 1672 году выложен из камня. Название храма говорит сама за себя. Возведен он на месте Явления Богородицы в 1520 году. В алтарной части Явленской церкви и теперь стоит чудо-камень, на котором образ был явлен второй раз. На фасаде мы можем видеть мозаичное изображение Пресвятой Богородицы, которое нам показывает, каким образом это произошло. В алтаре данного храма находится тот самый камень, на котором сидела Пресвятая Богородица во время своего явления. Данный камень называется «Стопой Пресвятой Богородицы». По преданию, после явления на нем отпечатался след стопы и руки Божией Матери. Однако со временем верующие, приходя в монастырь, поклониться Божией Матери, поклониться ее иконе, также прикладывались и камни, потому что от камня происходили также различные чудеса. Были чудеса исцеления, а верующие, желая оставить на память что-то посещение обители, естественно, отбивали небольшие частицы от камня. Начинали, конечно же, с того места, где был след, поэтому след не сохранился. И для того, чтобы камень вообще сохранить, было принято решение построить на данном месте храм, а камень осветить в качестве основания престола. В данном храме богослужение совершается в летний период, и также в летний период здесь совершается монашеское правило по вечерам, каждый день. Есть монастырское предание о еще одном явлении в этом месте Богородицы. Во время Великой Отечественной войны в подвале Явленской церкви немцы устроили склад боеприпасов. Однажды перед стражами предстала женщина, которая приказала им уходить с этого места, и тут же исчезла за дверью храма, на котором висел замок. Те бросились вслед, сбили замок церкви, увидели икону Божьей Матери. В этом облике узнали незнакомку. В этот же день гарнизон покинул монастырь. А на самом высоком месте монастырского комплекса возвышается Крестовоздвиженская церковь. В Беларуси храмов, похожих на нее, нет. По своему внутреннему убранству она имеет только один аналог в мире. Он является копией одного из храмов, находящегося в Риме, в Латеранском дворце. Называется Санта-Скала. Большую часть храма занимает лестница, состоящая из 28 ступеней. Данная лестница является копией той самой лестницы, по которой поднимался спаситель на суд к Понтию Пилату. Раньше, посередине каждой ступени в этой лестнице были установлены ковчежцы с частицами мощей святых. По этой причине верующие поднимались по лестнице на коленях, прикладывались к мощам, а для удобства были устроены боковые лестницы с правой и левой стороны от центральной, по которой верующие спускались в полный рост, выходя из храма. Храмы такого типа не характерны для православной традиции, однако в католическом мире они распространены. Ближайший храм по отношению к Беларуси располагаются и располагаются в Литве. В монастырских рукописях сохранились сотни описаний чудесных исцелений и помощи в семейных делах. А в устных и того больше. Только чудеса возможны, говорят люди, если вера глубокая, раскаяние искренние, а молитва пламенная. Жировический образ дважды оставлял стены монастыря. Первый раз это случилось в 1660 году во время войны с Московией. Чтобы спасти икону, монахи вынуждены были вывести ее в монастырь Базилиан в Бытине. Второй раз в 1915 году, когда началась мировая война, икону вывезли в Москву, а оттуда Жировическая икона вернулась уже без большинства украшений. Самая главная святыня, Жировическая чудотворная икона, нашла свое убежище в соборе Василия Блаженного. В начале 20-х годов, чтобы ее вернуть священникам, даже пришлось прибегнуть к уловке. Архимандрит Тихон Шарапов сделал точную копию из глины и подменил ее. В Беларусь святыню привез в баночки с вареньем. Сейчас в монастыре, как и в прежние времена, ведется запись реальных свидетельств чудесной помощи через молитву иконе. Одна из этих книг начинается записью послушника Олега Бембеля, а ныне монаха Иоанна. Еще говорить о подвижниках и о удивительных людях, то, пожалуй, самая удивительная история произошла с Олегом Бембелем, сыном знаменитого скульптора Андрея Бембеля, который приехал по его словам сюда умирать. Этот человек был, наверное, единственный человек в Советском Союзе, который судился с парткомиссией при ЦК КПСС, когда он, работая в Академии наук, его исключили из партии. Это длинная история, о которой можно рассказывать. И вот он тяжело заболел, в том числе и душевно. И вот приехал сюда, зная Жировицкого монастыря, мученически в сильный мороз дополз к Святому Источнику, окунулся и так же мученически приполз в свою келью. Со следующего дня он пошел расти. Имеется в виду его здравие. Вот он здесь уже больше 30 лет известный наш просветитель издал множество книжек. Он сам уже не помнит, сколько книжек он издал. Он издает литературно-богословский листок Жировицкий обитель. И вот он первый сделал запись в книге, которую сделали недавно. Книга на ее обложке надпись «Чудеса, происходящая у иконы Жировицкой Божьей Матери». Главная святыня белорусского народа, образ Божьей Матери Жировической на камне сегодня принадлежит православным. Однако в Жировический православный монастырь помолиться Богоматери приезжают люди разных конфессий. Возле чудотворной иконы мы можем видеть различные украшения. Это знак благодарности верующих за те или иные чудеса, которые вела Пресвятая Богородица по отношению к ним. Мы можем видеть только малую часть приношений, которые благодарные верующие приносят Пресвятой Богородицы. Естественно, что если бы все поместить перед иконой, то уже икона не была бы видна. Перед чудотворной иконой непрестанно совершается молитвословие. Богослужение совершается в монастыре ежедневно, утром и вечером, а между богослужениями совершается чтение неусыпаемой псалтирии. Братья как днем, так и ночью читают псалтирь с поминовением живых и усопших, которые верующие подают на поминовение в обитель. Это место, где верующие успокоят душу, а неверующие поверят в добро. Люди со спокойным сердцем и умиротворением покидают это место. В чем же секрет? Может, оно в маленькой иконе или целебной воде святого источника, дающей силы даже самому уставшему путнику? Или в глазах и размеренных спокойных голосах монахов? Или в каждом из нас? Ведь, чтобы вспомнить о главных ценностях, нам порой не хватает минуты тишины, умиротворения, веры в Бога и вовремя сказанного доброго слова. Вот таким странным способом Богоматерь Жировическая объединяет наш белорусский народ. Исповедников православной и католической веры, католиков византийского и латинского обрядов. И поэтому икону Матери Божией Жировической можем назвать еще и Богоматерью единства. Пусть на всех и на каждого явит она вместе со святыми покровителями нашей земли свою материнскую опеку. А с вами была программа Истности Яинга Белова. Всего вам самого доброго! Матери Божией Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова